Приветствую вас всех на моем YouTube-канале Иришка Чукрева снова с вами и задается вопросом, почему ей так не идут кардиганы? Почему я вижу столько красивых, прекрасных женщин в кардиганах, но как я одеваю кардиган, я похожа на какую-то сраную бабку. Переодеваться уже не буду. Все, уже настроилась, буду бабкой. И сегодня Баба Ир вам расскажет о прекрасной, юной, а главное, взорвавшей все социальные сети, вот это вот dance, 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 вот это вот все. Вот я прям как настоящая бабка расскажу вам сегодня о Дженни Ортеге. Если вы скажете, кто это, то мои монтажеры сейчас делают вот так вот, и вы поймете, потому что вы явно видели это в своем инстаграмчике, тиктоке и других социальных сетях. А возможно, кто-то из вас даже смотрел сериал. Но если смотрели, напишите как, потому что я пока еще не смотрела. И берусь за эту молодую звездочку абсолютно без каких-то знаний. Но что мы можем понять про Дженну Ортегу? Боже, мы разбираем звезд 2002 года. Боже, какие мы старые, какие же мы старые. Она была четвертым ребенком из шести. Мексиканско-портариканский корн. Ну, в общем, с детства мечтала о карьере, все бла-бла-бла, все очень интересно. Но нам ничего не интересно, кроме натальной карты. Образ готики. Вот как я только увидела, готика, там какая-то вот эта черная, вот это вот все. Это две планеты. Плутон и Сатурн. И вы знаете, из-за того, что я очень часто разбираю звезд, работаю со звездами, почему Джонни Депп стал популярен как пират? Потому что в норму сидит пират, который любит бухать, наркоту, б**ть и трахаться. Я же капитан Джек Воробей. Смекаешь? Вот потому что это его роль. Почему, например, Киану Ривз для нас это что-то эзотерическое прекрасное? Потому что у него там все битое Нептуном, вот эти вот параллельные реальности, вот этот Будда, вот Нео, Матрица, Уран, вот все. Вот прямо вот как вот то, что в карте актера и делает из него суперзвезду, суперроль. То есть для суперроли у меня есть шикарный секрет. Актер должен играть самого себя, либо свои аспекты, которые он в себе не признает. И тогда бинго, мы все считываем просто так, как оно есть. Типа вот она, звезда родилась. И вот точно так же, когда я увидела вот эти вот... Вот это все, ну вот Плутон и Сатурн. Я такая, так, девочка выстрелила, значит, у нее Сатурн и Плутон должны быть в натальной карте. Сильно аспектируют ее натальную карту. Потому что если бы она была просто девочкой, которая не попала бы в Сатурн и Плутон, ну, просто была бы девочка очередной из. Вампиры, вот все сага про вампиров, почему она такая популярная? Потому что у всех у нас, как правило, напряженный Плутон. И напряженный Плутон, он хочет кровяки, но боится. И поэтому все. Почему 50 оттенков серого так стало популярно? Это же все плутонианские фантазии поиметь кого-то. И все, почему у нас это все такое популярно, потому что у нас зажатый Плутон. Что такое зажатый Плутон и как с ним работать под этим видео, что делать с зажатым Плутоном, вы можете узнать. Там мои продукты, в общем, все про это узнают из первых уст. Сегодня не об этом, сегодня про эту девочку. Смотрю ее натальную карту. Во-первых, солнце в весах. Ну, она же красотка. Вообще, весы, еще раз вам скажу, что весы и тельцы, ну, самые красивые из всех нас. И если у вас есть что-то в весах, что-то в тельцах, вы к этим красоткам тоже туда в очередь становитесь. Если у вас нет ничего в тельцах и весах, как у меня, но у меня Меркурий в весах, а, все равно не считается. У меня просто есть подруга, у которой солнце в тельце, луна в весах, солнце в весах, луна в тельце. Ну, это просто голливудская звезда. Вот внешность. Красота. Солнце в весах, все. Папа тоже был секси-хат, красавчик. Правда, не то, чтобы прямо очень сильно радостный папа. Значит, смотрите. Ищем Сатурн. Солнце, квадрат Сатурн. То есть, в честь и теоретическую, не могло быть не быть квадратов и оппозиций с Сатурном. Запросто. Такие люди есть. У некоторых Сатурн не аспектированный, у некоторых гармоничный. А у нее напряженный. То есть, она своего вот этого вот демона. А Сатурн, он же Сейтан, очень-очень быстро переслово Сатурн, как игра слов, переквалифицируется в слово Сейтан. Сатана. И вот это вот мертвичина, кладбище, черный цвет. Почему он для всех козерогов очень хороший? Потому что так прорабатывается Сатурн. А Сатурн за это козерогам дает бонусы. Ну, в общем, как получать бонусы? Мы сегодня не про это, не про козерогов. Но, тем не менее, напряженный Сатурн в карте. Это означает, что папа, ну, диктатор. Либо папа, знаете, такой, вот так и не иначе. Папа с правилами достаточно тупыми, твердолобый, непробиваемый. Либо папа вообще говорит, с тобой все понятно, дел я с тобой иметь не хочу. И уходит вообще куда-нибудь в какую-то параллельную реальность, не занимаясь воспитанием вообще. То есть, солнце, квадрат Сатурн, это всегда нехватка любви, поддержки отца. Но как тогда красивая девочка становится популярной? Так быстро, ведь это же зажженное солнышко. Во-первых, давайте так, чем юнее человек, тем больше у него солнца. То есть, мы, старее я, должны сильнее зажигать свое солнце. Потому что маленькие прошматроски, такие как они, вот 2002 года быстренько завоюют. Не потому, что они юны, а потому, что у них жизненная энергия, даже не работая над собой до хрена. А нам надо, вот мне кажется, я прямо сегодня вот отделась в бабку и прямо бабкой веду это видео. Девушка, родненьки, извините, можно на одну секундочку к бабушке подойти? Ты проститутка! Солнце, квадрат Сатурн, папа с вопросиками. Меркурий ретроградный. Еще раз показатель того, что ретроградный Меркурий вообще не страшно. В том числе и для актерской деятельности. И если вам говорят, ой, ну у вас ретроградный Меркурий, вы никогда не сможете быть оратором. Покажите это видео и точнее вот этот вот скрин. Ретроградный Меркурий раскачивается так же, как и любой Меркурий, с помощью усиленной работы над своей речью. Все. Ну, если потом весь мир или сколько там, 70 миллионов просмотров у этого ролика. Ну, мне кажется, стоит немножко поработать над своей речью. Если, если такой будет результат. Дальше поехали. Что у этой девочки с Плутоном? Луна, оппозиция Плутона. Из-за того, что, я думаю, было много детей, не очень из богатой семьи. Все понятно. Папа в своей концепции зарабатывает деньги и боится, что не хватит прокормить семью. Мама в своих комплексах зажралась. Значит, Луна, оппозиция Плутон. Мир, в который я рожаю 6 детей. На секундочку. Место опасное, недружелюбное. Мои тараканы говорят, что это место могут... Ты можешь умереть. С тобой может все, что угодно случиться. То есть, Луна, оппозиция Плутон. Эта мама контролер. Контролер. Эта мама не самая тоже приятный человек. Потому что, ну, в 2002 году она не собиралась справляться со своими какими-то вопросиками. Не знаю, как уж там дальше. Дальше, может быть, она какую-то трансформацию прошла. Обычно дети мам заставляют пройти трансформацию. Нравится это или не нравится. Но вот этой девочке она передала Луна, оппозиция Плутон. Будешь проявлять свои истинные эмоции, умрешь. Опять смерть, опасность, готика. И вот она, пожалуйста, девочка выстреливает. А, значит, с ролью... Значит, Адамс. Сатурн и Плутон сжирают ее. И она с помощью компенсаторных методов на юном солнышке взрывается. Взрывается в дикую популярность. Но будут ли ей предлагать только такие роли? А Сатурн и Плутон это либо жесткие руководительницы, либо вампиры, убийцы, маньячки. То есть вот такие роли. Ей надо играть только такие роли. Но у нас начинаются у актеров такие амбиции. «Я хочу сыграть все!» Ну, нет. Все ты можешь, конечно, сыграть, но великолепно сыграть. А что значит для актера великолепно сыграть? Это остаться у нас в голове. Остаться на устах. Потому что великолепных актеров много, даже, я думаю, в Ишинском государственном театре. Но про кого мы знаем? Про кого снимаются тиктоки? Понимаете? Вот эта вот волна популярности – это четкий показатель того, что человек на нужном месте и делает все правильно. То есть и по факту ей надо бы сообразить и вот этот имидж, эту роль нести с собой по жизни. И она просто будет собирать все лавры. При этом у нее Марс в Деве, она очень меркантильная девочка. Значит, мама у нее, конечно, демон. У нее и мама, и папа демон, поэтому она такая демоническая. Еще у нее Венера в Скорпионе. Плюс ко всему, к тому, что я уже сказала про мертвичину, про готику, про смерть, про вот это вот. Да. Она просто, для нее эта роль была психотерапевтична. У нас не у всех с вами есть возможность прожить роль и отыграть свою боль. Именно поэтому астрология предлагает массу других вариантов, как вы можете проработать тот или иной аспект. Например, если она ко мне приходит, солнце Сатурн, просто говоришь, ну да, вот батька вот такой. Не борешься с ним, не ругаешься с ним, стараешься с ним держать дистанцию, говорить сухо по делу. И можно там, допустим, говорить ему какие-то комплименты и слать подарки для того, чтобы скомпенсировать этот аспект солнца Плутона. Нужно выбрать мужчину старше себя лет на 7 для замужества, чтобы он был не такой, как папа, теплый, не такой, как папа, заботливый, не такой, как папа, ну вот, не такой, как папа. Плюс 7 лет найти себе, ну, как бы, вот, можно сказать, компенсаторика нового папу. Полностью согласен. Луна в, значит, в оппозиции с Плутоном, татуировки, это разные пластические операции, но она и так прекрасна, чтобы их делать, надеюсь, что она не сойдет с ума. Также это психология, эзотерика, магия, это астрология, то есть увлечься, даже просто просматривая какие-то видосики, увлекаясь, просто с подружками строя натальные карты мужиков уже будет компенсация. А если она начнет настраивать натальные карты своих мужиков и правильно с ними вести, манипулируя по Луна в оппозиции Плутон, будет перфект, просто супер круто. Венеру в Скорпионе, значит, качать с помощью Венеры зажигающих действий, солнца свое, которое и так горит, поддерживать солнцезажигающими действиями, тогда, чтобы оно просто вот с самого детства. Почему я рекомендую, чтобы у ваших детей с детства у вас был список их действий, которые будут держать их на плаву. Вы их интегрируете на генетическом уровне, на уровне привычек с детства. И у них нет такой ломки, как у нас с вами, когда вы заказываете список, покупаете такой, вот это я все ненавижу, а из этого вы все состоите. Представляете, как вы далеко от той жизни, которой вы могли бы жить. Вот этой девочке я бы тоже, конечно, их выписала. Интересно, неоднозначно у нее гороскоп. Я не могу сказать, что я 100% уверена, что она выстрелила раз и навсегда. То есть это типа встанет на уровень вместе с Анжелиной Джоли, Джулия Робертс, с нами встанет Дженна Ортега. Я не могу это сказать, потому что слишком много напряжения в карте, которое может ее сожрать. Чем больше напряжения, тем больше рисков, но если человек это проходит, тем больше результатов. Например, Анжелина Джоли с очень напряженной картой, ну как бы прошла Крым-рым и в общем-то помотала ее неслабо, но тем не менее свое место, свои деньги, свою власть захватила. Вот у этой девочки есть абсолютно все шансы на это, но воспользуется она или нет, все зависит от человека. Поэтому астрология это не предсказание, это офигенный инструмент. Возьмите его и стройте вашу жизнь, несмотря ни на какую. Политические системы, экономические кризисы, вы всегда будете с собственной силой, с собственным богом. А вместе с вами прибудет Чукреевщина. Пока-пока, люблю вас, не могу. Муа!